Идите сюда, бегом. Эй, 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 тихо. Эй, эй, фу. Эй, уходи. Жесть, у меня трясутся руки и ноги ватные, как Кисяня. И-и-и, ура, наши малыши родились. Просто жесть, вообще. Короче, начинается. А, жесть. Привет, я Анимеджик. Со мной тут мои питомцы. Киса Алиса, собаки и другие. Ну, короче. Сегодня я решила наш эпик-влог снять, на прогулку взять Софи и Эйвена, брата и сестру, которые вдвоем были моими первыми собаками И вдвоем они не гуляли уже просто 100 лет Короче, я подумала, что это будет прикольно им вспомнить прошлое, братику и сестре погулять вместе Так что давайте подписывайтесь на канал обязательно, чтобы не пропускать новые видео, потому что да, мы продолжаем наш путь к 3 миллионам Очень хочется нам достичь этой цифры благодаря вам, спасибо огромное вам за поддержку И ставьте лайк на это видео, если вы, как и я, хотите хорошую погоду Потому что почему мы отправляемся сейчас снимать влог? Потому что первый раз за все это время, за неделю ужасных дождей и серых дней Наконец-то вышло солнышко, поэтому давайте все вместе прям поднажмем, соберемся и поставим много лайков Чтобы погода эта не менялась, наконец-то отменили везде карантин и самоизоляции Началось лето, можно было гулять и радоваться жизни И в комментариях напишите, в каком вы городе, в населенном пункте и какая у вас погода Я, когда буду ставить сердечки на ваши комменты, буду читать, мне будет очень интересно узнать Только у нас такая фигня или у всех во всей стране, а может быть и в других странах Алиска уже неделю сидит дома, потому что дожди просто адские, да? Киса Алиса злюкается на всех Отделалась Юми, что за поведение? На самом деле Юми, что просто хочется поиграть с ней? Киса Алиса не хочет, она не в настроении, она хочет гулять и злиться, да? А? Ну, кисявка, кисявка, кисявка Хочешь тебе друга, котеночка, заведем, а? На 3 миллиона Посмотрите, как Эйвен с Софишей радуются, что они едут Наконец-то вдвоем, да, в старой компании, заходи, вперед Вот молодцы! И на Эйвене, и на Софише у меня надеты, видите, ошейнички От блох и клещей Софишка почесывается, она вообще ошейник не очень любит Здесь еще светоотражатели такие, чтобы, ну, мало ли, вечером В нашем случае светоотражатели не очень нужны, потому что все-таки мы за городом живем У нас территория огорожена, никто на дорогу не выходит И машины у нас не ездят Но вот если в город ехать, там, вечером гулять с собакой Как бы вещь очень полезная Даже те же велосипедисты, у них же фонарики, они видят собаку Если что, вдруг Но я вообще не рекомендую гулять с собакой в темное время суток без поводка Ой, Эйвен моет глазки Софи Софиш, ну хватит, ну выделываться уже, хватит, а А Софиша часто моет глазки Васику Они постоянно вот так друг друга умывают Поле одуванчика в целое поле Капец, прикол Нет, Эйвен Софи Только что Эйвен Софи вот в эту вот лужу наступили Вместо того, чтобы перепрыгнуть или обойти Они вот просто напрямик по луже Ну нормально, а теперь грязные лапы будут Вот такие вот гигантские одуваны, целое поле Я остановилась, потому что издалека это выглядит как снег какой-то просто То есть вот, чтобы посмотреть, что это такое Я думала, это снег лежит, я уже офигела С климатом что-то не так Эйвен с Софишей, как всегда, выбирают траву какую-то и едят ее Чем еще заняться в этом гигантском поле одуванчиков? Посмотрите на Софи, Софи, стой Она только что упала в лужу, залезла ногами А еще и теперь вся в одуванах Нам придется мыться, когда... Ааа, капец Придется мыться, когда мы домой придем Она вся в какой-то грязи Да Эйвен, только не через лужу, пожалуйста Блин, прям гром, кажется, начинается Йо-йо-йо-йо, мама Что за звук я издала? Вот и Васька с Софишкой, брат с сестрой Давно уже не были вместе, гуляют двое Мама Ой-ой-ой Я вам говорила, что у нас тут недалеко есть ферма, на которой есть бычки Это определенная какая-то порода, это не просто коровы вот типа, ну, разные А это какие-то там бычки, может кто-то из вас знает, что это В общем, мы сейчас ехали, и они перегородили нам дорогу Мы не можем проехать на машине, потому что они стоят на дороге Просто вот тупо, вот нам нужно ехать здесь Эйвен, Эйвен, Софи, не подходите к ним Идите сюда, бегом Эй-эй-эй Тихо Эй-эй Уходите Так, так-так-так, они на нас прямо идут Бегом в машину Эй Уходи Софи, бегом Быстро Вот, сейчас, может, большая машина проедет, как-то их разгонит, я не знаю Капец, они просто прям шли на нас, никак не реагировали, вообще ничего не делают Вот, там появилась сейчас щель, можно там проехать Быстро В машину бегом Быстро Жесть Все, сидим Так Так Сейчас, может, мы проедем Дайте Проехать Жесть Капец, я испугалась Жесть, у меня трясутся руки и ноги ватные, как я испугалась просто за них Вы это видели? Вообще, капец Ааа, если бы он... Вы видели, как он шел на нас? Ааа, ужас Фу, сейчас передохну секунду и поедем дальше Просто за все время, сколько мы здесь живем, я ни разу не видела, чтобы они вот так вот тупо шли через дорогу То есть я проходила, видела их Здрасте Здрасте Стадо не ваше? Нет, не наше Обычно загоны у них закрыты, а это стадо какой-то офталь Сейчас какой-то мужчина остановился, просто говорит, это не ваше стадо, говорит, какого фига они просто так гуляют? И для меня это тоже не норма, за все время, сколько мы здесь живем, когда построили вот эту ферму, они как бы в полях обычно и закрыты за перегородками Я не видела ни разу, чтобы вот так вот они просто шли по дороге или где-то ходили, бродили Просто дело в том, что это не коровы, а быки, бычки И я слышала много разных историй, не конкретно про этих, а вообще, что они агрессивные, они могут нападать на людей, на машины, на животных И между собой даже очень агрессивно себя ведут, если там кто-то новый у них появляется, они его могут даже убить То есть это вообще как бы очень опасная история Сейчас приехали с ребятками в одно место, я сейчас схожу, кое-что проверю, а потом поедем дальше Короче, по четвергам здесь обычно бывает вот этот вот рынок, на который привозят всякие овощи, фрукты из разных деревень, вообще поселков сюда съезжаются именно И также здесь продают всяких сельскохозяйственных животных, типа уточек, курочек, индюшек, ну маленьких, вообще цыпляток там, вообще малышей И я подумала, я всегда мечтала завести цыпленка, вырастить его с самого маленького возраста до взрослого состояния, чтобы он стал друзьями с моими питомцами То есть чтобы он жил как бы, ну, с семьей с нами, тем более сейчас мы за городом живем, ему можно построить вольерчик, все такое Вот, я не успела сегодня, потому что уже час дня, они закрываются, ну, очень рано, то есть они с самого раннего утра и до 12, может, до 11 Я не успела, никого сейчас здесь нет, но если вы все-таки хотите, чтобы я осуществила эту свою мечту, а заодно вам показала, как он будет жить вот с такого детского возраста Как питомцы будут на него реагировать, подружатся ли они с ним, особенно кица Алиса, ставьте лайк И если мы соберем вот дофигища лайков, то я обязательно эту идею свою воплощу в жизнь А я-то думаю, на кого Эйвен и Софи в машине лают? Угу, сразу такая спряталась Не-не-не, я ничего, я-не-не, что-не-что? Индюшечки, вот какие хорошие, привет Тут недалеко есть строительный магазин, в котором это единственное место, где я видела, типа, такие деревянные домики для кошек, для собак, уличные именно Я вам сейчас их покажу и потом объясню свою идею, в которой я жду вашей помощи Типа, например, вот какой-нибудь такой домик для киски Алиски, то есть там есть вход внутрь, лесенка при этом такая миленькая, маленькая И вот здесь такое, как крылечко наверху под крышей, если дождь, вот такой есть побольше намного, там целый дом прям внутри для собак К примеру, на лесенке может как раз подниматься сюда Софиша, она любит высокие поверхности и вот здесь вот на таком подоконничке, ой, балкончике сидеть, но он без крыши Есть вот просто какие-то там будки, ну такие, поприкольнее, попроще совсем, я больше люблю простой стиль В общем, что-то вроде этого Короче, я хочу на самом деле не купить, а сделать именно своими руками, вот прям востроить сама Я, например, сама своими руками за несколько дней спроектировала, собрала материалы, что-то докупила и построила хозяйственный шкаф такой достаточно большой Для того, чтобы прикрывать всякие, ну в хозяйственной части, всякие трубы, всякую ерунду, то есть я все сама выпиливала, полки делала, двери там Он еще и на колесиках, то есть его можно двигать, и он еще пока что не установлен, потому что там кое-что делают Но в итоге вместо вот этой всей техники, труб и всяких проводов будет красивый миленький шкафчик стоять Короче, мысль у меня такая, этим летом мы будем заниматься облагораживанием участка, нашего садом, там все такое, потому что у нас ничего не сделано Вот так вот трава по колено, ну вы сами, скорее всего, увидели в сторисах, в инстаграме или в видео Вот, и я подумала, сделается А, это кошка Тетям такой красивый напугал меня, выпрыгнул прямо из кустов Кисяня, ай ты какая кися, да, привет Привет, привет, ты мальчик или девочка? Ты куда? Пацан, яйки висят Сделать кисе, алисе и собакам свои территории на улице, свои части Это может быть какая-нибудь территория, типа и на ней домик, и настил, такая площадочка, где можно гулять, недалеко туалет, какая-нибудь игровая площадка В общем, я пока думаю, буду воплощать, буду искать в интернете всякие разные варианты Вы обязательно мне тоже пишите или в инсту кидайте в директ свои идеи Кто это тут на индюшек лает, а? А? И на котов, да, Софи? И на собак, там вот будка, и там в ней собака И Софи с Эйвоном встали и прям лают тут в окно, да? Да, офигели вообще, позорники Это просто капец, мне кажется, ребята с фермы просто не в курсах Они не знают, что их быки сбежали с территории, мы едем обратно, и они просто идут по дороге Это ужас! Они бежали только что вот там, оттуда, сверху Я еду вообще вот 10 километров в час, буквально, на 15 Я не знаю, что делать, как проехать Они ходят туда-сюда, бродят, они не затерялись Фу, завоняла по своему опыту, знаю, что нельзя снимать, когда я еду Просто вот потому что я попадаю в аварии, не буду так делать больше Все, Софиша такая встала, смотрит В общем, сейчас увидела фермерскую машину, которая поехала их догонять И, видимо, их назад заведут домой, потому что это беспредел просто какой-то Мы приехали к гнезду аистов Я вижу, что там папа, как мы выяснили в прошлый раз, что днем сидят папы, мамы нет сейчас Начинается адский дождь, гремит гром, гроза Не знаю, слышно ли вам сейчас меня из-за ветра В общем, я хочу хотя бы успеть снять несколько кадров детенышей, которые там родились Аистят маленьких, чтобы вам показать, потому что мы это планировали сделать Но уже неделю идет дикий дождь И я узнала от людей, которые тут недалеко, что они родились аистята И скоро начнут учиться летать Но вот эти вот ужасные погодные условия, которые были все это время И сегодня выдался один, единственный солнечный день И я решила поехать снять Но видите, чем все это закончилось, когда мы сюда подъехали уже Сейчас начнется дикий ливий, у меня мокнет камера Я хотя бы на несколько секунд попытаюсь запустить дрон, чтобы увидеть, действительно ли они родились А потом будем ждать опять хорошей погоды, чтобы приехать и посмотреть, что же дальше с ними происходит Как они учатся летать Короче, ребят, погода портилась просто на глазах Небо затянуло тучами, начался дождь Но мне все-таки удалось поднять дрон в воздух и подлететь к гнезду Хотя был сильный ветер, и его просто шмотыляло из стороны в сторону И ура! Наши малыши родились! Милые малюсенькие птенчики! Молнии сверкали вокруг так, что только что даже камера это засняла В гнезде оказалось два маленьких пушистых птенчика У них даже не перышки, а пушок Но за эти полторы недели дождей, пока мы их не снимали, они успели вылупиться Обрасти этим пушком и подрасти в размерах Но я надеюсь, что мы застанем момент, как они будут учиться летать Кстати, прежде чем снимать малышей, я на днях специально поспрашивала местных В комментариях одна девочка переживала, что аисты улетят из гнезда, если снимать их дроном Но люди, которые живут в наших районах много лет и знают уже поведение этих птиц Сказали, что аист может только отлететь на время из гнезда, но он не бросит детей И это все абсолютно нормально, потому что точно так же тут постоянно летают соколы и орлы И по ночам совы и другие хищные птицы, которые могут нападать на гнезда и на птенчиков Потому что так устроена природа И скорее аист воспримет дрон даже не как угрозу, а как какую-то постороннюю птицу Но уж точно не улетит надолго из своего гнезда, в котором живет и выращивает потомство уже очень много лет Просто жесть вообще, сейчас начнется ураган Когда открыла не ту дверь Мое водительское сидение, все в грязи Вот тут вот все в грязи И что я за дура такая, надо было их через ту дверь запустить Короче, начинается... А, жесть! Адский гром У меня промок телефон, промокла вот этот вот пульт Короче, дрон в дожде был Пока я снимала несколько раз, камера просто отключалась В нее попадала вода на вот эту камеру Ну, короче, жесть вообще! Эпичные условия! Где Софи? Софиш, иди сюда! Софиша залезла под сидение, видимо, ей не понравилось, что гром гремит То есть вот в такой дикий ливень, он просто сидит в гнезде, ничем не прикрытый и закрывает детей от дождя Я нашла еще одно гнездо прямо рядом с нашим домом Оно поменьше и аисты там какие-то странные То есть не такие, как здесь, большие, мощные гнездо, у них такое, реально много тонн весит А маленькие какие-то, мне кажется, они подростки И гнездышко у них небольшое, может, они вообще подросшие дети В общем, я хочу вам тоже их показать, если получится Я думала, хоть сегодня не будет вот этого ада, но нет Я стою на дороге, впереди меня лес чуть-чуть, и вот за этим лесом просто адская молния сверкнула Вот, пожалуйста, такой пример, когда дерево, и вот кусок от этого дерева, в него ударила молния, и просто сгорел весь низ вот этот вот, и отвалился кусок Я просто не хочу ехать и снимать Посмотрите, вот такие вот дороги Просто машина в яму каждый раз в какую-нибудь проваливается Эйвен, пойдем Вот прогулочка, да? Пытались мы еще выйти чуть-чуть как-то на улицу, но дождь не прекращается, дождь идет Пусть уже не такой сильный, но мелкий Я вообще не хочу, что собаки замерзли, промокли, заболели, простудились Ну, короче, это вообще не прикольно, поэтому мы доехали до дому А вы, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, переходите по ссылочке на клип на 2 миллиона на канале питомцев, который мы сняли с новой песней, с новым треком Все, пока! Пока!